Практическая психология Я хочу сказать, что сам термин произошел от слова «коуп», что в переводе как раз означает «совладать», «справляться». Он был предложен в 1962 году психологом Мерфи, который использовал его для выследования того, как дети преодолевают собственные кризисы в развитии. И он считал, что совладание или копинг-стратегии – это способность или стремление человека решать проблему. Решать или справляться с этой проблемой. Причем, как он считал, что что-то в этих наших стратегиях имеет врожденный характер, а что-то приобретается с течением жизни, в плане накопления жизненного опыта. Вот таким образом. То есть это способность преодолевать затруднительные ситуации в своей жизни. Стрессовые ситуации. Мерфи, наблюдая за детьми, он смотрел, как каждый из этих малышей справляется с той или иной ситуацией. Сложностью. Сложностью. И он увидел какие-то определенные стратегии в их поведении. Правильно я поняла? Да. То есть он назвал это именно таким термином «совладание», «коупинг». Как часто мы вообще сталкиваемся с этим совладающим поведением в жизни? Ну, я думаю, что фактически, когда речь идет о стрессовых ситуациях, да? То есть когда человек живет в режиме… Лайтовом, легком. Да. То есть когда, я бы сказала, ситуация идет по накатанной колее, да? То есть он фактически может опираться на имеющийся опыт, да? А когда ситуация, может быть, выходит из-под контроля, либо, например, когда возрастает темп, ритм жизни, когда возрастают требования к нему самому, да, его собственной или со стороны окружающей среды, когда на него обрушиваются там, не знаю, большие объемы информации, в которые ему нужно сориентироваться, возникает необходимость вот как раз совладающим поведением. И с учетом того, что я сейчас озвучила, фактически, ну, не знаю, мне кажется, это наша реальность, в которой мы сейчас живем. Современная жизнь, она полна, да, вот таких стрессовых ситуаций. Вот смотрите, вы сейчас… Можно даже, я вот еще, наверное, добавлю, что фактически совладание нам необходимо в том случае, если предъявляются очень высокие требования, да, например, к человеку, либо когда ресурсов, может быть, казалось бы, недостаточно для того, чтобы с той или иной ситуацией справиться. Справиться. Хорошо. Вот мы сейчас с вами четко понимаем, что когда какая-то стрессовая ситуация или когда события выходят из-под контроля, у нас ведь начинают еще и работать психологические механизмы защиты. Да. А вот чем отличаются вот совладающие поведения от механизмов защиты психологии? Ну, я здесь хотела бы сказать, наверное, главное отличие, да, то, что они носят бессознательный характер, и фактически в случае включения психологических защит человек может достаточно существенно искажать реальность самого себя. То есть он будет находиться в неком иллюзорном мире, да, и, соответственно, если тот образ реальности, на которую он опирается, не точен, он может совершать, не знаю, ошибочные действия и так далее, да. И, ну, есть авторы, которые рассматривают их как совершенно разные феномены, кто-то считает, что стратегии совладания – это зрелые защиты, которые уже по мере взросления человека все-таки в большей степени начинают актуализироваться. То есть я, правда, понимаю, что некоторые авторы считают, что… Это разное. Это разное абсолютно, тем не менее, да, но одно базируется, над другим. Да, да, да. Вот. Ну и для иллюстрации, для того, чтобы, может быть, да, более четко обозначить их контур, я сегодня специально захватила два стихотворения. Одно из них имеет отношение как раз к защитам, другое именно к совладанию. Можно, да, и зачитаем? Давайте, с удовольствием. Агния Барто, Серёжа учит уроки. Серёжа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озёра начал повторять, и горы на востоке. Но тут как раз пришёл монтёр. Серёжа начал разговор о пробках, о проводке. Через минуту знал монтёр, как нужно прыгать с лодки, и что Серёже десять лет, и что в душе он лётчик. Но тут опять зажёгся свет и заработал счётчик. Серёжа взял свою тетрадь, решил учить уроки. Озёра начал повторять, и горы на востоке. Но вдруг увидел он в окно, что двор сухой и чистый, что дождик кончился давно, и вышли футболисты. Он был, конечно, вратарём, пришёл домой нескоро, часам примерно к четырём, и вспомнил про озёра. Но тут Алёша, младший брат, сломал Серёжин самокат. Пришлось чинить два колеса на этом самокате. Он с ним возился полчаса и покатался, кстати. И вот Серёжина тетрадь десятый раз открыта. «Как много стали задавать», – сказал он друг Сердито. «Сижу за книжкой до сих пор, и всё не выучил озёр». Это про что у нас с вами? Это вот как раз про защитные механизмы. То есть получается, что… Кто-то виноват. Да, кто-то виноват, но не он. И получается, что фактически он вытесняет ту задачу, которую ему необходимо решить. Он просто не хочет этого делать. И как будто бы случайно он переключается то на одно, то на другое, и в конечном итоге ответственность перекладывает. Как много задавать, значит. Да-да-да. То есть получается, что мы здесь видим с точки зрения особенностей, что человек здесь, скажем так, пассивно приспосабливается ребёнок здесь к ситуации. То есть он ориентирован не на долгосрочное достижение каких-то целей, а она и 7-минутное такое улучшение своего состояния. Лишь бы мне было интересно, лишь бы мне было хорошо сейчас в данный момент. А что будет завтра в связи с этими невыученными уроками? Эти все, скажем так, защиты здесь включаются, мы видим, непроизвольно, и они фактически искажают реальность. То есть вместо чёткого видения того, куда ему нужно идти и двигаться, он как бы видит совершенно другое. Ну и вот, скажем, в противовес ему стихотворение Сергея Михалкова «Сила воли», где как раз представлено у нас совладающее поведение. «Я откровенно признаюсь, что в темноте я спать боюсь. Мне так и хочется вскочить, типа, скорее свет включить. Когда вокруг меня темно и занавешено окно, я чувства этого боюсь, но силой воли с ним борюсь. Я говорю себе, лежи, глаза закрытыми держи. И я лежу, 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 глаза закрытыми держу и засыпаю наконец. Ну разве я не молодец?» Отлично. Вот оно, поцеладающее поведение. То есть есть стрессовая ситуация, я боюсь темноты. И как я себя уговариваю, и как я в итоге поддерживаю себя. Да, и фактически вот что мы здесь видим, здесь главный герой, он себе там не фантазирует, не пугает себя. Не оправдывает. Он не идёт туда, скажем. Хотя и тоже можно было столько всего найти. Да, то есть он держит себе в своей голове, скажем так, цель справиться с этим. Он видит свои возможности в этом, то есть он планирует уже решение этой проблемы, фактически достигает результата, присваивает его. И этот опыт совладания он может использовать и в каких-то других ситуациях жизненных. Вот слушайте, а как вот мы жили, всё человечество жило, когда ещё Мерфи не открыл вот это совладающее поведение? Вот так и жили, да? Да, так и жили. Жили неплохо, надо сказать. Не называя просто. Но активно им пользуясь. Конечно. Потому что я думаю, что начиная с древнейшего первобытного человека, ну не знаю, любая охота, или даже собирательство требовало, несомненно, совладающее поведение. Потому что ситуация точно стрессовая, дефицит еды и так далее, необходимость выживания в сложных условиях. Хорошо. Есть ли какие-то вот эти стратегии, копин-стратегии, или совладающее поведение, оно как-то уже учёными классифицируется? Да. Есть ли какие-то, например, те, которые тебя действительно ведут, ну то есть они для тебя легко усвояемые, используемые, или которые тебя могут привести совсем не туда, куда бы ты хотел? Ну, я бы сказала, что, конечно, классификаций множество, но для того, чтобы нам так, да, как бы не запутаться и в то же время взять для себя на вооружение самое главное, вот мне очень нравится подход, в основе которого, вот как раз Лазарум и Фолькман считают, что они выделяют два копинга всего лишь, скажем так, это копинг-стратегии, ориентированное на проблему, и копинг-стратегии, ориентированное на эмоции. Всего лишь две точки, да, в принципе, да, пусть, поскольку, мне кажется, что в них отражается самое главное, то есть вот копинг-ориентированный на проблему, что для него свойственно, то есть человек рационально разбирает по полочкам эту проблему, да, то есть какая-то есть, да, задача, анализирует, да, произошедшее, случившееся, например, обращается за помощью к другим людям, да, ищет дополнительную информацию, да, то есть и создает план разрешения затруднительной ситуации, да. И лучше всего не один, а и бы. Да, потому что, я думаю, что возникает, ну, как бы такой, да, разный взгляд на одно и то же, да, то есть посоветовался, да, с компетентным человеком в этом вопросе, да, и в результате человек может изменить ситуацию в благоприятную сторону, да, что, как бы, позитивно влияет на него самого. Ну, и считается, что как раз более адаптивным является именно такой копинг. Вот самые эффективные, вот по разным там данным авторов, это три стратегии, я давайте здесь назову, они все будут относиться к копингу, ориентированному на проблему. Это, давайте скажем так, это планирование решения проблемок, да, это, а если я не могу решить самостоятельно, тогда это поиск социальной поддержки. Что поможет, да, поддержка. И я бы так сказала третье, а если я ничего не могу изменить в этой ситуации, тогда положительная переоценка ситуации. Переоценка ситуации. Да, то есть найти в ней, вот, ну, как бы, ну, чем мне эта ситуация полезна, что она мне дает, чему она меня учит, да, например. Вот, вот, вот как-то так. Такие прямо, да, три кита, я бы так сказала, да. Да, да, я бы сказала. То есть я планирую, как я собираюсь решить эту задачу, да. Если я вдруг ее не решаю со своими силами, то я привлекаю тех людей, которые могут мне в этом помочь, да. То есть я разрешаю себе вообще, чтобы, ну, момент поддержки. У нас очень многие люди не умеют даже просить, да, вот об этой поддержке. О помощи, принимать эту помощь, да, например. И дальше, если вдруг все идет не так, как мне нужно, да, то чему это меня научило? Хорошо. Это вот когда мы в фокусе держим какую-то проблему или какую-то задачу. И сейчас мы обозначили как раз именно такие конструктивные варианты. А есть еще неконструктивные, например, человек может, ну, скажем так, дистанцироваться от проблемы, да, или от других людей, да. Он может в конфронтацию вступить с своим окружением, там, да, он может вообще убежать из ситуации как таковой. То есть есть там множество разнообразных неэффективных стратегий с точки зрения решения проблемы, да. Ну, а сейчас, если мы говорим о копинге, ориентированном на эмоции, то есть что тогда получается? То есть человек здесь фактически эмоционально прежде всего переживает возникшую проблему, и фактически все, что он делает, он делает для того, чтобы уменьшить интенсивность переживания. Да, ну, например, если у меня негативные эмоции возникают в той или иной ситуации во взаимодействии с тем или иным человеком, лучше я с ним тогда, ну, как раз не буду видеться, да, например, там, да, буду избегать, например, или буду отвлекаться от отрицательных эмоций и так далее. То есть считается, что он является менее продуктивным, и человек по-прежнему пребывает вот в этом психологическом дистрессе. То есть ситуация ничего не меняется, он отказывается от усилий по изменению ситуации как таковой. Вот. То есть он может лишь изменить свою интерпретацию случившегося, но не саму ситуацию. Но в крайнем случае... То есть он никаким образом на неё не влияет. Да. Да. Но зато чётко понимает, что, да, на эмоциональном плане меня это здорово раскачивает. Да. То есть хорошо... Ну, с другой стороны, вот как говорила там Скарлетта Харро, ну, об этом я подумаю завтра. Вот если сегодня я не могу уже об этом думать, ну, пусть будет бегство, избегание, да. Избегание. Да, ну, это опять дисциплинирование. Совсем-таки моменты опять-таки включаются психологические механизмы защиты, да? Но с другой стороны, если на сейчас ресурсов недостаточно, почему бы нет, да? Ну, если это не носит такой как бы тотальный, да, какой-то характер, да, то есть всё время только вот так, да? Но ведь там, да, зависимого поведения это всегда уход. Правильно ли я поняла сейчас, Юля, что если вот у нас есть два варианта на эмоции и на проблему фокус держать, да, то всё-таки продуктивнее, если это, ну, если не использовать те непродуктивные ситуации, да, то продуктивнее будет всегда есть задача, её реши и иди и живи дальше, да? То есть, потому что ведь вот если держишь в фокусе эмоции, свои эмоциональные состояния, тут тебя, может, здорово вообще и ресурсы твои, да, спускаются, можно сказать, там, в никуда, и что бы ты ни делал, как бы ты, да, и ситуация не решается. Хорошо. Так, как же можно повысить эффективность, вот, да, эффективность собственным способом совладания? То есть, есть ли какие-то такие секреты, которые мы сейчас можем рассказать нашим слушателям, чтобы они понимали, я это себе присваиваю, беру и теперь использую? Ну, я бы сказала, наверное, что для эффективного поведения в той или иной ситуации человеку всегда нужен опыт. Опыт разрешения каких-то затруднительных ситуаций, да, присвоения этого опыта, да. То есть, получается, что люди, обладающие, например, небольшими ресурсами, да, чаще выбирают стратегию избегания, то есть, ну, например, там, предпочитая не конфликтовать, там, не вовлекаться, да, в разрешение этих или иных вопросов, то есть, это, во-первых, присвоение опыта. Да, я думаю, что опыт у каждого есть, начиная от игр в песочнице. Вот, да, я тоже сейчас об этом уже подумала, что мы этот опыт можем подарить детям, да, в этой же песочнице, когда у тебя забрали игрушку, да, и он просит, чтобы, мама, ты сходи, реши эту задачу, да, а мы даем ребенку возможность, нет, давай ты эту твою игрушку попробуешь сделать, да. Да, и ты можешь так-то, так-то, так-то поступить, можешь придумать что-то свое, вот, да, поэтому, наверное, опыт, 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 а с другой стороны, считается, что вот к самым высокоадаптивным защитам будет относиться, например, предвосхищение, да, то есть, человек не случайно гомо сапиенс, да, человек разумный, да, то есть, он может, благодаря своему воображению, ситуацию просмотреть иногда на несколько шагов вперед, да, а если будет так, то что, да, вот, да, то есть, предвидеть возможные, ну, не знаю, например, да, неблагоприятные, в том числе, исходы, и что я тогда в этом случае могу сделать, если мне откажут, да, например, и не вернут мне мою игрушку, то тогда что у меня есть? И как я могу с этим справиться, да, с этими ситуациями? Дальше считается, что достаточно хорошо человек нарабатывает этот опыт, проявляя альтруизм по отношению к другим людям, помогая им разрешать их собственные проблемы, да, вот, как-то так, да, А потом использовать это в отношении самих себя. Самих себя. Потому что достаточно чаще бывает даже... Проще. ...со стороны видней вообще, что происходит, и ты, может быть, не так эмоционально вовлечён в эту ситуацию, да, вот. Дальше это юмор, да, то есть... Ой, такое хорошее чувство. Да, то есть... Чувство юмора. Увидеть, да, как бы, может быть, да, комичность этой ситуации, да, скажем так, может быть, для себя эмоционально её таким образом обесценить, да, посмеяться над собой, над ситуацией, дальше, ну, уж если совсем ничего не получается, да, то почему бы не сублимировать в какой-то вид деятельности, который приносит удовольствие, который даёт возможность, да, продуктивность. Ну, может, сейчас на слово это более понятно, чтобы трансформировать, да? трансформировать, да, например, ну, не знаю, да, допустим, вот во что-то я читала, например, примеры, когда люди, например, больные раком, там, в терминальной стадии, например, понимая, что они не могут продлить свою собственную жизнь в этот момент, посвящали её, что-то делая для других. Для других. Да, да, и на самом деле это приносило плоды, да, вот, и фактически, вот, наверное, основные варианты, я бы сказала, что у каждого, конечно, человека своей индивидуальной стиля переживания каких-то стрессовых ситуаций, если он отказывается, не даёт себе возможности ситуацию менять, он рискует перейти либо в болезнь, да, например, вот, и фактически, что он может, и у каждого, скажем так, типа личности есть свои развитые стороны, я бы так сказала, доработанная защита, да, ну, например, допустим, там, допустим, люди с демонстративными чертами, да, у них, например, очень развито, допустим, вытеснение, да, там об этом вот как раз я подумаю завтра. Думаю сегодня, да. То есть это и способ, да, например, там, например, там, психостеник, да, который легко может там утомляться, да, впадать в состояние раздражения, да, то есть для него, например, это рационализация, зачем делать лишние шаги, если можно какие-то шаги, например, не делать, вот в этом смысле, с учетом личностных особенностей, у нас будут свои какие-то уже доминирующие стратегии, и мы можем знать их как свои там сильные стороны, как свои пять пальцев, и уже, соответственно, активно ими пользоваться, да. И я, наверное, вот еще здесь сказала бы, что человек в любой какой-то новой ситуации, да, для себя может либо использовать приспособление, да, то есть вот прямо по наезженным рельсам, да, пробовать делать то же самое. То есть однажды у меня это, получилось, и я сейчас просто беру и делаю. Да, и может быть, это на самом деле сработает, действительно это так, да, а с другой стороны, если все не так идет, и как-то по-другому, по-другие рельсы, другое расстояние, да, между ними, ну, например, тогда он может включить творческую адаптацию, да, и попробовать сделать что-то по-другому, да, то, чего он не делал никогда, не пробовал, и в этом смысле для нас будут, наверное, ресурсами, стратегии совладания, ну, те люди, например, которые нас вдохновляют, воодушевляют, да, это реальные герои, это там, не знаю, персонажи каких-то произведений художественных, да, где мы можем, вот, ну, как бы что-то взять, чему-то научиться, использовать потом это, да, да, ну, достаточно часто, вот я сейчас, например, слышу о том, что такими вдохновителями являются люди из ближайшего окружения, да, например, там, родители, да, например, собственные, то есть получается что-то умение видеть, наблюдать, да, ну, и, скажем так, учиться, да, новому поведению. Да, я вот тут совсем недавно читала статью, оказываются даже вот эти мотивационные картинки, которые, знаете, в социальных сетях их очень много, да, там, они и то оказывают тебе психологическую какую-то такую поддержку, да, когда ты сидишь с горой вот этих, например, бумаг в офисе, да, у тебя картинка перед глазами, как люди вкалывают там, реально, где снега и там всегда минус 45 градусов, да, и они не жалуются на свою работу, а ты тут жалуешься. То есть вот даже вот эти вещи, да, такие элементарные какие-то, они оказывают на нас с вами влияние. Даже тут же чувство юмора посмеялось, я думаю, господи, я сейчас с этой ситуацией справлюсь легко и просто. Да, здесь сразу же несколько механизмов. Мы с вами в прошлой программе говорили, да, про вот принятие риска. Вот мне кажется, что вот такая черта характера, как жизнестойкость, она ведь тоже, да, наверное, очень влияет на выбор стратегии. Да, я даже думаю, что, наверное, люди, обладающие высоким уровнем жизнестойкости, они как раз используют эффективные стратегии совладания. Вот как раз это планирование, да, решение проблем, это поиск поддержки социальной, и именно положительная переоценка ситуации, то есть фактически структуру. То есть получается, что если личность растет и развивается, да, то тогда она и в стрессовой ситуации, если она действительно там возникает, то он, используя все свои ресурсы, да, может выработать именно то совладающее поведение, которое его приведет к успеху. Да, причем интересно, что это совладающее поведение будет именно специфично к той ситуации, в которой он оказался, да, именно вот в той среде, в том окружении и так далее, да, поэтому вот как-то так, да, то есть валенки лучше не носить в жиру. Да, так показывает опыт многих поколений, да, и мой собственный. Юля, какие факторы оказывают влияние на успешную стратегию совладания? Ну, я бы сказала, что это прежде всего возраст человека, то есть чем больше возраст, тем больше его жизненный опыт и больше возможностей, поэтому я бы сказала, да, например, адаптивность детей к различным ситуациям может быть именно затруднена в связи с недостатком их жизненного опыта, и в целом, как показывает практика, то есть по мере накопления опыта, да, у зрелого человека, да, больше диапазона этих стратегий. То есть получается, что можно даже в семье, например, да, создавать, ну, как бы, вы же все равно подконтрольным, да, создавать такие ситуации, да, и смотреть, как ребенок их, например, решает. Да, 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 но я бы сказала, здесь как раз ценным является, да, вообще вклад каждых поколений, да, и поэтому в этом смысле старшее поколение, бабушки, дедушки, это какой-то, может быть, другой взгляд на одно и то же, да. То есть не отмахиваться, да, да, а смотрят, как вот это делали. Папа с мамой вот так, дедушка с бабушкой вот так, да. И в этом смысле очень полезен, например, если уже говорить о детях, да, это рассказ вообще о собственном проживании этой трудной какой-то жизненной ситуации, если она была в опыте, а мне было так, да, когда там, не знаю, да, там я пришел первый раз в первый класс, или, да, когда надо мной посмеялись, там, да. То есть все эти истории, да, которые вы прожили, вы их тоже можете предъявлять, ну, да, рассказывать своим детям, и они уже где-то там в копилочку складывают, да, а как бы поступил кто-то, да, важный для меня этот человек. и тем более это ощущение того, что кто-то мой близкий, значимый, да, человек, связанный со мной узами родства, смог, справился с этой ситуацией, значит, я точно смогу. Ну, смотрите, Юля, это часто бывает так, например, да, у меня на консультациях бывают подростки, они говорят, вот мне там мама говорит, вот я бы ситуацию эту разрешила таким образом, но ведь я ей всегда говорю, я это не ты, понимаешь, да, то есть это же тоже свойственно, молодому поколению. Ну, да, здесь имеется в виду, что, ну, вообще, мама-то справилась, наверное, раз у тебя, это же твоя мама, почему-то она тебя научила, да, то есть, мне кажется, здесь отрицание этого опыта, может быть, связано с такой, с доминантной позицией родителя, да, что делай, как я. Хорошо, а какие еще факторы? Ну, я бы здесь сказала, назвала, это оптимистическое мировоззрение, да, то есть, это вот, да, вера в то, что, например... все будет хорошо. все будет хорошо, да, и даже если сейчас нехорошо, да, то за черной полосой всегда белая полоса придет, вот как-то вот так. Хороший такой настрой, вот мне в жизни, например, это помогает. Да, что в временной трудности, да, как вот в известном, да, сейчас. в фильме. Хотя некоторые говорят, что нет ничего страшнее вот этого оптимиста, который уверен, что все в итоге будет хорошо. это может быть как раз, ну, волевые качества, да, например, там, настойчивость, выдержка, терпение, да, такой вот волевой потенциал, которые найдут возможность преодолеть эту сложную ситуацию. Это способность выстраивать межличностные отношения, да, то есть, поскольку как раз мы говорили, именно в этих отношениях черпать ресурс, да, разрешение жизненной ситуации. Это активная жизненная позиция человека, да, это позитивность и рациональность его мышления, ну, и, конечно же, это устойчивая такая положительная самооценка, то есть вера в себя, да, я смогу, я справлюсь, да, но если я не справлюсь, тогда мир поможет, да, вот каким-то образом. Смотрите, какие важные сейчас мы с вами, да, перечислили качества личности, которые, опять-таки, если в тебе они встроены, если в тебе они развиты, если ты сам их в какую-то степень там развил, да, то ты уже от этого можешь выбирать, какая у тебя будет стратегия поведения, вот совладания, Мне вот, например, очень нравится, да, то есть это фактически вера, уверенность, да, мне очень нравится, как расшифровывается, что же такое уверенность, это высоковероятностное ожидание успеха, да, то есть вот как раз, да, я смогу и справлюсь, и при этом я хочу сказать, что вот как и копинг-стратегии, да, здесь на примере даже там уверенности, они всегда проявляются в трёх аспектах, то есть это, во-первых, рациональному уровню, то есть это некая установка, убеждение, которое, да, даёт нам возможность совладать ситуацию, или наоборот мешает, да, соответственно, тут же включается эмоциональное проживание этой ситуации, и тут же включаются поведенческие стратегии. Отлично. И вот всё это... Менять можно с любого компонента, да, ну, наверное, эффективнее всего с этих установок и убеждений. Вот такие используете, если ты используешь, если ты понимаешь вообще, да, адекватно оцениваешь ситуацию, да, адекватно оцениваешь свои силы, если ты понимаешь, что это тебе по силам, плюс ещё вот это ощущение оптимизма, чувство юмора, да, которое тебе оказывает, и поддержку, то, мне кажется, вообще неразрешимых задач практически не бывает. Ну, я бы здесь ещё добавила, наверное, не только адекватная оценка самого себя, но ещё и своего окружения, да, потому что если колодец сух, как бы, да. Что бы ты там ни говорила, да, лучше поискать другой колодец. С вами полностью согласна. Ну, что, давайте попробуем сделать какой-то такой, прямо, вывод, да, всё, о чём мы сегодня говорили в программе, и так, совладающее поведение, в чём же его вообще ресурс для нас, для людей, для современного человека? Ну, я бы сказала, что прежде всего, совладающее поведение, это целенаправленное поведение, причём поведение социальное, поскольку человек находится не в вакууме, он всегда находится во взаимодействии с другими людьми, да, и это поведение, особенность его в чём? В том, что оно позволяет человеку справиться со стрессовыми ситуациями, вот, и это поведение осуществляется за счёт того, что он применяет соответствующие коппинг-стратегии, да, имеющиеся в его распоряжении, наработанные, да, его жизненным опытом, и в различных стрессовых ситуациях, да, эффективнее и продуктивнее прибегать к активному типу совладания, да, к проблемно ориентированному коппингу, да, когда человек активно преодолевает ситуацию, да, что в целом даёт ему возможность повысить собственную стрессоустойчивость. Вот смотрите, вот мы с вами имеем высшее психологическое образование, и нам это вот так легко препарировать, да, вот это понятие, мы понимаем, что это такое, как это. Человек, который вот сейчас нас послушал, я думаю, что тоже определённые выводы для себя сделал. Вообще, можно этому где-то научиться? Можно отследить, да, изучить, какие ты стратегии используешь? Кто в этом может помочь? Есть ли какие-то тренинги, вообще вот книгу, может быть, какую-то где-то можно почитать? Ну, например, мне очень нравятся работы по, например, позитивной психотерапии, допустим, да, Псишкиан там, да, Малкина Пых, например, в своих справочниках, да, практическая психолога даёт эти технологии. А так, например, если бы для наших слушателей, ну, например, был вариант какого-то такого домашнего задания, что бы я предложила, например, можно нарисовать свою линию жизни и написать на ней самая сложная жизненная ситуация, которая человеку выпадали. И просматривая каждую из них, имеет смысл написать, а что мне помогло справиться с этой ситуацией? То есть какие качества, да? Да, да. И причём вот иногда люди говорят, например, они пишут, да, вот, например, горе утрата. Ну, как бы, говорят, ну, от меня вроде тут ничего не зависело, это мне помогло моё окружение, мои друзья, мои близкие. Отличный ресурс, да? И тогда я задаю вопрос. Поэтому это не только про них, но и про тебя тоже. Отлично. Спасибо вам большое. Сегодня у меня в гостях была Юля Санникова, доцент, кандидат психологических наук. И мы говорили о копинг-стратегии или о совладающем поведении. Юля, всего доброго и до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. Практическая психология